И все тут члены семьи Иисусова. Понимаете, да? Вот мы здесь сидим, потому что чтим память человека, для которого для каждого из нас за все эти годы был родным, а его потеря просто невосполнима. Я забегу вперёд и скажу, что 27 сентября будет большой шеур в нашей синагоге. И он будет посвящён в памяти нашего брата Рушеля Иисусова. А теперь вернусь назад. Год назад, 11 месяцев назад, и все эти 11 месяцев подряд эта семья собиралась в нашей синагоге и проводила шеуры. Вопреки прогнозам, что бухарско-еврейская традиция своим ежемесячным юшвом, камулов летом, семья Иисусова, верная этим высоким стандартам бухарско-еврейской духовной культуры, собирала весь народ, писала объявления, и они говорили, «Юшво — это урок». И мы все вместе с ними брали урок семьи Иисусовых. Я вернусь ещё назад. Время. Все годы жизни всеми были рассказаны другими. Я только остановлюсь на том времени, когда мой друг Алик, который всего на два года младше меня, среди моих друзей, первым потерял боль потери родителей и сиротства. Вот мы страшно переживали, потому что мы не знали, что это такое, быть без отца, без матери. Что это, как это жить? Вот как это быть? Прийти домой, открыть дверь, и никто тебя не встречает. Вот тогда мы, друзья, младшие, старшие, современники Алика, поняли во всей полноте величие двух людей. Это Шура и Рушей. Это они бросили весь свой успех, налаженный бизнес, связи, дела, перспективы. Вернулись в отчий дом, чтобы моему другу Алику сказать, «Ничего в твоей жизни не изменилось. Да, их нет, но мы для тебя сейчас всё». Дорогой Аликич, равна мне. Вся твоя жизнь, всё твоё отношение, всё твоя любовь к искусству, твой вообще немеркнущий талант. Я видел, как ты сегодня подошёл к Амрому, сколько величия и почтения ты оказывал ему. Это всё было на наших глазах. И сегодня, глядя, как ты сопереживаешь, младший брат, этой потери, я понимаю, что ты дважды потерял родителей. Вот в лице Рошеля мой брат Алик, вот так я могу обратиться, младший брат Алик, мы жили все одной большой семьёй. Мы все были так родны с друг другом. И это горе Алика до сих пор в сердце каждого, кто шёл по улице Шарабацкой и видел эти скамейки, эти портреты, этих музыкантов, которые играли прощальный реквием родителям моего друга. Я вернулся ещё назад, когда сорок лет назад Рошель встретил на своём пути женщину. Молодую девушку, которая пришла из очень уважаемой семьи в дом и стала дочерью. Она стала важным элементом того уклада семейных ценностей, которым славился дом Юсуповых. И если сегодня Исхаков мой друг Алик, Рома, Нина, моя одноклассница, говорят, домоти авлот о своём язана, то они все могут сказать Юсуповы, киревини авлот. Шура, спасибо вам за всё, что вы делаете. Ваша любовь была так выстрадана. Вы её пронесли на своей ладони, не расплескав ни один сегмент вашей любви. Вот всё вы сохранили, и всё это передалось вашим детям. Разве можно забыть ваше трепетное отношение, ваша последняя поездка в Израиль и ваше желание во что бы то ни стало спасти Рошу? Увы, не удалось. Но что сделала потом эта прекрасная женщина? Она собрала детей и сказала, что ваши молитвы, ваши добрые дела, ваши святые помыслы будут реальным, а не номинальным продолжением дел моего супруга Рошеля Юсупова. Вот в этом величии скольких я знаю людей, которых после смерти родителей ходят, не ходят в синагогу, пошли, не пришли, не дошли, заплатили, потом выпустили двадцать книг, тысячи дисков. Ничего подобного не делали эти люди. Они внесли душу в каждый проект, начиная от мемориальной носки в квинс-гимназии. Я сегодня, кстати, Шура, видел вашу внучку, которая пришла в школу со своей матерью. Я на нее посмотрел, подумал, вот это счастье! Девочка пришла в школу, в которой одна из комнат носит имя дедушки. Книги расписаны в честь его памяти. Сегодня один из выдающихся макомистов мира из Рома Лаков благодаря фонду, учрежденному этой семьей, выпустил диск, о котором могут мечтать многие звезды. Вслушайтесь в том, что споет из Рома Лаков и вознадим честь семье, которая внесла тоже свою душу в этот проект, понимая, что Тегелин, те, кто пропоют Тегелин, они приблизят время Машьяха. А если приблизится время Машьяха, значит, мы встретимся с Рошелем. Сегодня, когда мы все вместе отмечаем 11 месяцев со дня кончины большого патриота нашего народа, Рошеля Юсупова, мы все четко понимаем, куда мы пришли, в какой дом мы зашли, о ком мы говорим и как долго в наших сердцах должны звучать песни, посвященные ему. Поймите, Рошель оригинален был своим простодушьем, своей добротой и при том положении, которое он занимал в Душамбе и в Самаркаде, и в Америке, многие ходили по-другому по земле. Но, к счастью, это с ним не произошло. И я очень благодарен вам, Эдик, Миша, Ширин. Все вы всегда подносите большую митву. Вы всегда стремитесь это делать скромно. я уверен, что роща, которая посажена в Иерусалиме, обрастет новыми деревьями. И через какое-то время там будет не 180 деревьев, а 1800. Это будет лес, в котором будут шелестеть листья, будут гнезда, будет жизнь. И в каждом из этих клеточек мы увидим душу покойного прощения Юсупова. Буду рахматов и чарам на бенетол.